всем привет 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 снимаю и за окошечко у нас на улице ветер причем нет нет а потом как порывами идет и вообще такой прям холодный северный ветер у нас должны вещи висят поговорила не оставляй дальше чтобы сушились тут на улице уже муха какая-то на нагадила на платьишко будет перестирывать у нас видите вроде бы казалось бы за окошком такое солнышко выходи да и дело что-то на улица нет на самом деле холодно ветер прямо северный такой и порывистый и она только тучки то солнышко в общем как то так не очень на улице говорили после пасхи сразу наладится будет классная погода но не знаю сегодня первый день сегодня понедельник погода не наладилась девчонки все всех 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 благодарю за поздравление очень очень приятно честно говоря не в инстаграм не не в вайбер никуда не заходила эти дни то есть вообще вот одну как-то так сегодня только буду смотреть только заходить знаю что и в ю тубе много написали и вайбере поздравляли потому что я видела что делин 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 ну я заверю что у нас были какие дела как то мы вчера не очень прям по скушали отметили но как отметили не то что отметили встретили что в общем какие то я же говорю сейчас наверное у всех так никакого такого настроения не было во первых тоже праздничного ладно а то что такое же время навалилось все в один день ну это классно зато вон смотрите какие классные эти дюльтенькие призюльтенькие а что им цветочком растут себе красавчики одуванчиков он нашел до вылазит прямо между этим между бетонной заливкой тошна до жить как хотят чем нас николай утром проснулся поделал какие кое-какие дела управился то есть а ведь потом я пошел спать да пошел спать и не знаю даже он завтракал получится получается я просыпаюсь на он ложится и как так он и да что то не знаю подорвала говорит с утра пораньше не мог заснуть я говорю может быть и заветренной десна погода я вчера не могла долго заснуть у меня прямо на кошмары ноги крутили все на свете а теперь у него такое только с утра сейчас попробую себе показать может быть видно на голове конечно так себе как есть этот вчера не могла долго заснуть ужас прямо какой-то был может так лучше и так тоже ерунда да вот так лучше с таким видно по мне да такая какая-то и все вот прямо крутилась крутилась вертелась прям какое-то состояние такое дурное было какое-то знаете ощущение неприятное было вот а потом ведь же не знаю во сколько но заснула все таки и вот я живу утром николе не будил я в 11 часов сама проснулась покрутилась еще повертелась и уже по хотела вставать смотри коля заходу и ты чё наоборот утром встал говорит где-то в пол шестого встал а ведь прям все ломит крутит говорит прям страшное дело говорит но и спать уже естественно не хочу то встал говорит по дому покрутился управился все такое сейчас совет чувствуешь чуть-чуть клонит на сон не верну ложись вторая смена просыпается я просыпаюсь коля ложится ну короче вот такие дела у нас сейчас сяду перекушу покажу покушаю особо ничего такого и не это у нас кусочек шашлычка остался вчера он еще остался грибочек мы делали на мангале вон грибочки сосиску картошку меня просто вареная была разогрела вот холодец холодец и этот хрен очень люблю с хреном холодец попытаюсь отковырять покажите какой он вот такой классный мацарич какой классники и прозрачный классники даже рог немножко сверху остался даже так в попахах делала что даже украсить его не украсила елки-палки ну там ни морковку ни зелень никакой часть лимона из математичка у меня и хрен все в принципе вот такой вот такой у меня будет завтрак сейчас позавтраку может через полчаса коколию разбужу да что то будем делать дальше так ну что у нас особо и рассказать то нечего вот сейчас николашка он уже проснулся он туда-сюда бегают этот самый пойдет час на все-таки хоть и прохладно но николай все решил что там решил расскажет в общем решила немножко по улице покрутиться говорит все и типа надо что-то начинать на что-то делать даже если холодно тоже дай пока погоду то цемент слежится короче в общем будет он там пару рядовища пойдет доложит что у нас произошло у нас в принципе я же говорю что мы вчера не снимали не снимали наш праздничный день так сказать девчонки и мальчишки всех-всех-всех еще раз с праздником поздравляю так как мы вчера ничего не снимали я хочу вас всех поздравить спасибо что вы столько поздравлений прислали столько пожеланий и здоровья и любви и удачи и счастья и и окончания вот этих всех карантинов всего остального все 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 что вы желали нам и мы хотим и вам пожелать и вот всем хочется сказать чтобы крепились держались как говорится да и чтобы не не падали духом это самое главное почему не снимали вчера да блин потому что все на кучу навалилась наверно и настроение знаете живем обычно в праздничный пасхальный день во первых все начинается мне не знаю мне с воровной неделе все начинается но свербного воскресенья вот вот это вся вот знаете какая-то такая завораживающая такая процедура ты идешь там с этой вербой на получаешь как бы вот как какой-то заряд такой наверное энергетики позитива какого-то такого знаете такого чего-то чудесного я не знаю но мы каждый год ходили всегда церковь и светили вербу это у нас как традиция была в любом случае потом приходили шли там всех вербой же по спинке там не я бью верба бьет и все вот эти дела вот как-то уже отсюда получается как-то так она не это не пошло вот и плюс я же говорю как как то то ли с погодой связано то ли с вот этим всем ощущением вот этой ситуации то ли я не знаю вообще получается что значит и чистый четверг у нас был какой-то такой да тоже и погода такая же была вот в пятницу что ну видишь показывай вообще получается субботнее видео то что вы видели уже да проблемы начались с турбоколонкой с газовой мы там даже мы потом не снимали в общем получается так что она взяла и потухла потухла начала высвечивать типа ошибку а это турбоколонка турбоколонка это у нее есть мозги то есть электронные мозги типа как в стиральных машинах и во всем остальном колечу тогда когда разбирал говорит что по-моему там уже мозги накрываются потому что высвечивает ошибку частенько там е7 это по-моему турбина е5 это там еще что-то ну и вот такие вот штуки когда включаешь она как бы зажигается потом раз отрубается и типа ошибку высвечивает на табло вот колеч вот это когда разбирал говорит что по-моему ей уже трындец то есть сейчас я запущу и не пойми насколько то есть может быть месяц может быть меньше и там надо было каждый раз я живет он раз в неделю там это подкручивал то туда то сюда вот и значит она вот мы походили попили кофе туда сюда пришли домой у меня там начала продолжила готовить там пока холодец разлили и блин начинаешь включать машину вот тут как ее господи колонку вырубается вырубается е7 и хоть и тресни коля и опять там разобрал посмотрел подкрутил говорит там уже то есть сама вот эта вот система вот эти мозги неплохо срабатывает как-то там что-то и не то самое в интернете полазил посмотрел ну в интернете во многом во многих случаях тоже написали что уже все ну как бы толку нету там надо заменять то что он там рассказывал заменять что-то надо во первых одну резинку там надо было заменить потом еще шо то там надо заменить ай короче мы а шо делать ну надо вызвать мастера потому что остаться в выходные и вообще в праздники все остальное без воды это очень тяжело греть мисками и кастрюльками и всем остальным ну то есть частный дом и сами понимаете вот квартире тяжело без воды в частном доме тем более особенно живы в праздник это жирная посуда там и все остальное ну короче позвонили мы чудаку который нам делал котел колонку и котел который делал котел внизу стоит который обогревает весь дом а колонка же сверху это чисто для воды вот и он такой то я типа могу и сейчас приехать ну блин ладно чё можешь ты можешь короче в общем получается приехал он ну как выяснилось что товарищ в этих турбоколонках так себе мастер как и коля понимаете что то же самое что знает коля и знает и он это выяснилось потом уже знаете короче разобрал опять же разобрал он разобрали они вместе с николаем эту колонку коля рассказал что он типа делал он говорит ну в принципе все правильно ну так вот и все оно видно так понятно что таки все так и я разобрал ее все почистил вот ну в общем короче ковырялся ковырялся этот мастер в этой колонке посрывал клеммы нам короче поотрезал какие-то провода я говорю куля он режет провода у меня же а ведь сердце встает короче после мастера как вы понимаете все он потом этот мастер тоже в интернете лазил что-то искал потом он звонил своему другу помощь друга знаете как говорится в общем конечном итоге он ее доломал нам до конца раньше высвечивалось только е7 вот и изредка е5 это только е5 е5 но это то есть турбина там короче ну в общем электрика турбина мази там все остальное в общем короче и он провозился а чтобы вы понимали это же на кухне полностью занята кухня он провозился он приехал в обед и просидел здесь до темна до темна он с ней типа там и так пытался и другу там звонил и общем там еще четко конечно методе куча лишних проводов там у нас откуда-то образовалась в общем коля тут выходил периодически в кухне злился типа нафига и мы типа его вызвали смысла нет в общем короче доломал на эту колонку мало того что он ее доломал так и меня еще извините меня пришлось готовить и все остальное здесь вот тут в коридорке ну как бы в коридорке то есть на кухню зайти невозможно бы нам все инструменты поразложил ну короче в общем поэтому толком я ничего не приготовила я единственное что сделала это я крабовый салат сделала крабовый салат сделала потому что ну мама ни у кого не отмечала она обычно на пасху то и допустим то к сеструхе идет то к нам приезжает то еще что то она ведь не хочу никуда в этом году идти я говорю ну тогда я сделаю хоть каких-нибудь салатиков до холодца и пасочек привезу тебе так и договорились но я же говорю я даже толком салаты никакие не сделала планировала сделать немножко оливье как всегда ну такое самое простецкое и это крабовый салат ну до оливье дело не дошло потому что я же говорю что там все кухня была занята вот крабовый салат он что просто там жменьку риса отварила да и все вот и вот это успела нарезать крабовый салат мамина лоточек набрала взяла пасочек взяла холодца и этот же мастер мастер в котлах он разбирается идеально он приехал нам систему заменил все красота а вот видите в турбоколонках так себе понимает поэтому так а есть разная типа турбоколонка и обычная колонка поэтому них там большая разница и в общем там в общем короче ничего не смог сделать он ее доломал нам да и все в общем мы в расстроенных чувствах вечером поехали ну во первых его отвезли потому что он же не на одной маршрутке отсюда от нас не не уехал по отвезли его домой и заехали к маме это отдали там холодец то есть все ты все приехали домой приехали домой вечер у нас прошел так себе же говорю ну как то так вот и все мы поздно легли потому что еще думали в интернете искали как заменить детали туда им сюда им короче разбирались в этом деле в общем поэтому поздно легли и все воскресенье специально будильники мы не ставили специально отключили специально шторы закрыли закрыли шторы чтобы нас утром солнце не разбудило потому что у нас как раз утром солнце встает с той стороны где наша комната и мы проснулись где-то в часов наверное 11 нет коли чуть раньше проснулся я в 11 проснулась и он мне такой говорит все она тебе все посмотрел все нашел уже про эти колонки туда сюда и короче вот эта вся тема у нас понимаете вот эта вся тема у нас переползла плавно на пасху но утром что все свеченой водичкой я побрызгала пасочки там побрызгала в общем таком плане все разговелись как бы как говорится с типа свеченым выпили по чуть-чуть свеченной водички вот такое у нас было утро пасхальное чтоб вы понимали коля нашел в общем там куча информации по этим колонкам мы поняли что смысла нету вот и я говорю слушай ну раз смысла нет и он уже начал искать где купить и шо и как и и чо вот нашел там в эпицентре нам этот в общем мастер говорит заноси заноси вот берите заноси а нам же получается нельзя другую колонку я с камерой разговариваю даже вышла она меня только смотрит а нам же получается нельзя другую колонку поставить потому что получается если нам переустанавливать колонку то нам выйдет это в общем крупной суммы денежек переоформить туда-сюда туда-сюда нам желательно было селену на селену поменять у нас колонка селена называется ты че нормально улица холодрыга блин давай она иди лучше что-нибудь на огороде поделай не сбивай да я разговариваю расскажу и все это самое короче и получается что и получается начали мы искать все такое эту заноси посмотрели заноси вроде бы стоят типа можно в эпицентре купить тоже турбо за четыре тысячи с чем-то вот я вижу слушай а мы же эту колонку покупали у нас есть магазин прямо с этими колонками вот это все термодом называется я слушаю ну давай посмотри ну а ясно они не работают во первых что праздничный день во вторых что сейчас извиняюсь он сейчас немного занят кто беспокоит ну сейчас он занят на улице если вы по поводу того чтобы дополнительные финансы на кредитку и все остальное то нас такое не интересует спасибо большое уже звоните каждый месяц и каждый месяц мы говорим нас это не интересует спасибо большое до свидания капец капец звонят берите кредит прямо возьмите кредит ну пожалуйста ну возьмите кредит банков звонят ну повышение лимита вы хотите повышение лимита какой нафиг повышение лимит а хоть быть с этими лимитами разобраться елки-палки понятно что каждый хочет тюхать денежек побольше потом платите будьте раба мы по жизни короче в общем факт в том что мы с горем пополам в интернет ну хорошо интернет есть в интернете нашли короче этот номер магазина сейчас вот чаще раньше не было такого чтобы знаете как в интернете адрес магазина плюс еще номер туда сюда что типа в любое время звоните сюда вот сейчас вот на сайтах написано что типа работаем туда-сюда но по звонку типа как интернет продажи но только это типа не интернет а вот типа такого в общем мы позвонили и я помню эту женщину она нам еще тогда продавала мы живем когда и себе на беляева в квартире покупали колонку мы в этом термодоме покупали и когда сюда уже в дом ехали тоже у них покупали колонку ну вот я помню она начала с николаем общаться говорит да ну вы что за носи это совершенно другое дело как начала рассказала что во первых да этот селена которая у нас это китай это обычный китай все эти вот эти вот все внутренние китай она говорит но говорит все все детали все есть в наличии то есть у нас даже вот так вот вы приходите к нам говорит и просто сдаете вот если по гарантии если что-то где-то сломалось ну там два года гарантии или что такое вот сдаете все такое вот эти силе этим за носи и все остальное на них практически нет детали у нас вот это как вы понимаете с камеры вот мы взяли камеры да у нас камера теряется фокус елки-палки мы идем к ним туда в этот центр они шо говорят ой там деталей нету ой там еще что ходит дождите две недели он ждите 3 ну короче она сказала что с колонкой будет то же самое это вы представьте что такое ну поломалась колонка да и вы будете таскаться с ней мастера на дом не вызовешь что не эту колонку туда ну короче черти шо ну и к тому же за носи стоит получается 4 чем-то а наша вот эта селена она стоит но в интернете мы везде смотрели то 7 200 вот у нее спрашиваем она говорит да у меня есть такая селена такая же вот стоит 6 800 типа дешевле чем в интернете туда-сюда вот ну мы ж такие а как же а что такое ну в общем пока они разговаривали пока она ему объясняла почему она может лететь вообще почему она и полетела она говорит то что она у вас 7 лет проработала при вашей вот этой всей системе ну она знает балашовка гор ну наш район это вода естественно тут старые трубы старые все тут солей очень много вот она говорит что 7 лет для нее это вообще шикарно понимаете без вот этих вот хороших фильтров входящих от солей дело в том что у нас фильтры входящие стоят в дом но там именно такого от мула от песка от всего от всего такого понимаете от такой гадости а именно от солей нет то что у нас накид на чайники такой момент вот у вас в чайнике накид но и да вообще ну каждую неделю нам приходится вот кислотой чистить потому что реально там прям кусками но я показывала как по чистить чайник у нас есть видео такое прямо такими прямо слоями отваливается такой накид чайника а вот она ведь то же самое происходит в газовой колонке только что этого не видите вот это раз а во вторых что говорит перепад электроэнергии вот коля где-то принес эту штуку а я не знаю убрал он ее а сейчас я вам покажу сейчас я вам покажу короче перепад сильной электроэнергии вот такая штучка у нас есть дома вот такая вот в розетку впихивается впихивается втыкается вот такие вот и вот такая штука которая показывает какое напряжение в сети то есть в розетке и общем он по дому проскакал пробежал у нас не 220 а 238 240 то есть вот это вот такой играет от 230 с чем-то до 240 и вот это такое вы представляете напряжение какое в розетке то есть никаких не 220 и это очень плохо потому что техника которая рассчитана на 220 вы понимаете что она летит гораздо быстрее и все остальное почему у нас компьютер часто вырубается потому что скачок напряжения и срабатывать системы на вырубать также и холодильники и микроволновки все летит понимаете вот конечно нужно ставить эти стабилизаторы стабилизаторы очень дорого стоят то есть нам еще поставить систему стабилизации вот этой вот на дом на вход на вход хотя бы на этот дом около десяти тысяч гривен надо но это мы сейчас только начали разбираться только начали смотреть и все остальное короче из-за этого тоже говорит очень сильно летят и стиральные машины говорит и газовые колонки потому что у них тоже эти мозги есть особенно турбированные вот и в общем короче ведь что 7 лет что она у вас простояла и так круто поэтому вы еще должны спасибо сказать что это в общем то есть говорили говорили в этом процессе она короче в честь нам именно пасхи это все в день пасхи считать это все разговоры но ведь я могу скинуть 800 гривен а ведь ну во первых скинуть вам потому что если вы берете такую же а и до этого брали у нас ну как бы ну считается что как бы наш клиент то есть таком плане а тема скидку сделать 800 гривен ну и плюс говорит вы же не будете брать вот эту трубу которая выходит на улицу она у нас же есть вот такая труба получается через который вот эти входят и выходит воздух это она отдельно но как бы стоит она 300 гривен то есть там удлиненные все остальное говорит вы не будете брать зачем она вам надо если у вас уже стоит от старой колонки а ведь ну вот так вот и получится скидочка вот ну и чё 6000 6000 ну что делать что делать и в общем она говорит что сегодня если что подъезжайте дело в том что магазины все закрыты она не с магазина у них там где они живут они живут рядом с магазином у них прям склад именно дома и в общем получается что таким макаром то есть получается как оформляется какой-то заказ и все остальное и вот карантин говорит закончится придете в магазин мы вам официальную печать поставим как только откроется вот эти вот законная продажа вот это мы поставим печать поставим все вот и как бы проведем эту колонку типа по всем как правильно надо входить в положение людей правильно то есть ждать пока не счета где то как то можно было бы через интернет ее конечно купить но опять же таки неизвестно что придет не известно какая там гарантия неизвестно что здесь подбоком уже знаем этих людей мы уже как бы у них покупали и знаем что к чему поэтому такое поэтому говорю что многие многие люди попадают сейчас такие ситуации чего допустим что-то сломалось и сидят не знают кому куда не позвонят никакие мастера не выезжают ничего нет все равно какие то вот видите фирмы работают все равно можно где-то заказать все равно можно надо главное просто искать смотреть спрашивать и все остальное люди идут на уступки это очень хорошо и в общем то мы были в масках мы были всем продезинфицированное все то есть на расстоянии все как полагается все в перчатках все как чтобы никто не сказал а вы там то есть в общем короче мы поехали поехали а мы шутром и живы договорились за эту колонку вот и договорились она говорит что к часам трем-четырем типа подъезжайте где-то так они будут дома вот и подготовят туда-сюда и и собрались уже собирались начали собираться в городе чтоб потихоньку доехать позвонила это колина мама говорит заедьте к нам а мы с этим карантином с этим совсем забыли совершенно у колиного брата у виталика день рождения представляете вот а хотя только на днях вот недавно разговаривали шишу виталика день рождения да 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 и забыли вот и она ведь заезжайте к нам хотя бы но тут же несколько два или три дома за эти к нам хотя бы просто этот типо я там говорит пирожку сделала свежий салатик и типа эти на костре ляшечки куриные пожарили ну чё я говорю ну поехали перед магазином заедем то заехали к ним прямо на улице сели так хорошо так классно буквально полчаса мы посидели потому что никого не было татьяна это колина сестра отмечала пасху и все с детьми детей не хотела никуда тянуть и с мужем же там и у него это свекровью то они дома отмечали а мы же заехали ненадолго вот посидели ну буквально сколько там я живу полчаса уже собирались выезжать звонит даша вы еще не уехали в bellet они не уехал ли что это такое представляете что творится с этой камерой вот за раз за камера теряет этот фокус я не знаю в какой момент она потеряла фокус только я сидела разговаривала вроде смотрела смотрела она потом смотрю и теряет теряет терять фокусы и вообще разработка стало короче не знаю в каком момента там она потеряла фокус где я там буду отрезать то расскажу что заехали к Vitaliq на пол часика посидели там немножко поговорили туда Потом звонит нам Даша А говорит, ну что, вы еще в город не уехали А говорит, все, тогда я с вами еду Ну в общем Сели мы вместе, поехали за этой колонкой Я же говорю, мы особо и не выходили Вот смотрите, опять фокус потерялся Вы представляете, что это с камерой Такое творится Вот как можно видео снимать Видите, что творится Надо туда-сюда ее Вообще непонятно, что делать Опять вон, размытая Вот я же говорю И когда несешь в ремонт эту камеру А ничего Они говорят, ничего нету, все нормально Мы вот смотрим и это вот Включаем и нормально все А ее надо именно вот так Им приносить эту запись, чтобы они видели, что камера стоит на одном месте И она теряет тупо фокус Она просто теряет фокус Ужас Короче, поехали мы все вместе За этой колонкой Коля погрузил колонку Куда же говорит, слушайте, ну если мы уже переехали в город Давайте хоть заедем, говорит, в этот Магазин, там рядом магазин и все Заедем в магазин, да купим, говорит, хотя бы килограмм шашлыка Ну чисто так Рыбу мы так и не пожарили, что-то скумбрию собирали жарить Я говорю, ну давайте, ради бога То заехали сразу же в Ятрань, там рядышком Наш любимый Взяли килограмм шашлыка Вот на развес Заехали в АТБ Как раз нам надо было хлеб купить такое Вот Слава богу, народа практически вообще не было Заехали, сразу купили этот Грибочков там полкило купили Тоже, чтобы нанизать Ну и такое А, и вот тебе купили эти Сосиски такие Колбаски Вот Своими уже все Те, что были замороженные Похавали Ну те, что я сама делала из этих Вот А что-то в этом году Я же говорю, обычно я там То колбаски делаю То еще что-то То еще что-то В этом году вообще настроения не было Ничего готовить Вот Заехали, взяли Вот приехали домой Коля распалил костер Вот вам и все Коля распалил костер Мы тут ходили сюда-туда В таком плане Вот А этот самый И пока месь костер прогорал Он поставил колонку газовую Вот такие вот у нас Вот такой вот у нас была паска А потом все это пожарили Сели вечером Поужинали Посмотрели фильм какой-то Я уже даже не помню Что мы там за фильм смотрели Вот вам вся и паска Поэтому я же говорю, что снимать особо не было чего Мы были на нервах Из-за этой колонки Из-за этого всего Плюс я же говорю Хотелось вообще этот день провести чисто для себя Да, мы Коль планировали Просто проснуться утром Выйти в сад Посидеть Как-то так, знаете Вот именно были такие планы Хотелось именно просто для себя провести Может двоем к речке сходить Типа в таком плане И вот видите С этой колонкой С этим всем Прямо вот Прямо все полностью Планы там нарушила Поэтому такие дела Посидела с вами Наговорилась Сейчас еще Коля заснимет Видео будет длинное, наверное Ёлки-палки Ну ничего Какое-то такое Так, если что-то еще буду вечером говорить Хотя вряд ли Ты уже будешь снимать Да, и все Да, я забираю сейчас камеру Ну вот Коля забирает камеру Значит я вам всем говорю Пока-пока-пока Может завтра будет что-то интереснее Может завтра будет какой-то новый день Может завтра солнышко будет И что-нибудь для вас Обязательно еще сниму Все Всех пока Всем привет А вот и я Короче решил я Немножечко поработать На улице Выспался сегодня Отлично Ну вот конечно Полдня спать Емое Скажите вы Девушка Не морковь еще мое Ну тебе в баню Погодка Как видите У нас интересная Вот Обещают Целый день дождь Но что-то его я не вижу И мне кажется Его и не будет А если будет То что-то То что-то очень маленькая Вот Короче Думаю что если я ничего не начну В понедельник То я никогда вообще не начну Уже срока Можно начинать Начинать И никак не начать Так что решил я сегодня Сделать хотя бы пару рядов Но один замес буквально Это что у нас Пять ведро отсева Одно ведро цемента И сколько-то там Не знаю Штук десять Короче шлакоблочин Можно положить Это как раз на уровень окна Где надо делать нам окно Поэтому Сейчас у нас Около семи часов вечера В принципе тут работа На полчаса Ну блин Максимум минут сорок Вот это уже с замесом Это с завозкой Отсела И так далее Так что ребятки Сегодня я поработаю Немного на улице Вот эти праздники Болячки Да и так далее Короче все сбивают Блин сбивают Никак ничего не начнешь И ничего не продолжишь Все В бой Я еще думаю Что у меня так тянет Блин Доделать эту пристройку Доделать эту пристройку А все ребята Потому что Цемента Мы купили Четыре мешочка цемента И что Как вы знаете Он имеет свойство Слеживаться Так вот Хорошо что я сегодня Это обнаружил Вот И Я что вам скажу Сейчас его немножко Попереворачивать Надо Повзбивать Так сказать Немного вспушить Вот И как можно быстрее В принципе Его вырабатывать Иначе Иначе Цемент просто уйдет На мусорку Доберт короче Тачечку отсела Вот она такая маленькая Ну хватит Здесь будет 5 ведер Нефиг делать Принес воды Отрежал пол мешка цемента Замешиваем И вперед Испешней Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-la-la-la-la-la-la.. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И опять будет стыковка с домом, блин, ровная пристройка с кривым домом. Ну, то есть оно будет очень реально видно. Короче, хрен его знает, блин, вечно этот вопрос я задаю, когда начинаю работать. Потому что я же не только себе так делал, а и другим людям приходишь там пристраивать пристройку, да, и смотришь, как же же ее пристроить, е-мое, блин. Думаешь, пристроишь ровно, будет реально на фоне старого дома будет видно, что эта пристройка, или она крива, она будет казаться криво, потому что дом-то больше. То же самое, что вон у нас, из-за вот этой пристройки, да, вот эта пристройка, она-то сделана по уровню, но сам дом у нас старый идет вот так вот сюда с наклоном. Если посмотреть спереди, то реально видно, что пристройка как-то вот так вот стоит криво, потому что она маленькая. И маленький элемент ровный, он кажется кривым на фоне большого кривого, блин. Так что так, ребят. Вот сейчас стою и думаю, блин, как же его, блин, положить. Или знаете что, может действительно здесь начать криво, вот, вот так вот криво здесь, и продолжить кривовато, а потом сюда выходить, да, вот сюда идти, идти и выравнивать что ли, и потом здесь ровно пойти. Фиг его знает. Выравнивать, выравнивать сюда ровно, выйду туда наверх, выйду дальше, чем мне нужно. Ты уже мне, блин. Цирк. Короче, так как раствор остался, я на отсев положу кирпич, и так оно и будет. Потому что выбрасывать не хочу я раствор. Еще два ведра раствора, я-моё. Сюда, как видите, доложить пока не могу, потому что здесь надо еще разобрать вот эту часть. Вот, и потом уже сюда ложить. Делать выступ из шлакоблока, это глум, потому что он очень тяжелый, под него надо подлаживать. И это ненадежно. Все-таки угол лучше не разрывать, а лучше его хорошо, вот, ложить друг на дружку. Тем более, что у нас здесь окно, здесь буквально у нас сколько будет. Не знаю, вот угол, наверное, вот так вот, и будем ложить, вот так вот на целый. Или вот так сделать, что ли, окошко. Хочу и сохранить пропорциональность окон. Не знаю, нахер оно надо. Ну, вы поняли, да? Хочу сделать, в принципе, такое же окно и здесь. Вот, вот у него есть начало, то есть повторить. Ну да, по идее, на один шлакоблок. Посмотрим, короче. Харе трендеть, надо работать. Все, ребятки, продолжаем. Поехала. Машка. ПО ТВА ТВА. Оно. ПО ТВА. ПО ТВА. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, ребята, раствор выработал. Сейчас там, чтобы было видно. Вот, видите, сколько положил кирпича. Вот такую часть. А завтра утром, в принципе, покажу больше. Но надо же как-то сегодня закончить. Неплохо получилось. Е-мое, пол квадрата кирпича еще положил на этот раствор, который оставался. Выработать надо было его в любом случае, чтобы не выбрасывать. Так что так. Все хорошо, в принципе, что... Сюда присоединяюсь я криво. Потом понемножку иду криво. И в конец, под конец стараюсь выровнять по уровню, сделать ровно. Хочу угол закончить ровно. Так что так. Так и буду идти. Вот. Под верх. Будем думать. Будем посмотреть, что его делать. Не знаю, как туда идти. Будет день, будет видно, в принципе. А здесь я же говорю, хорошо. Хоть немного стало потемнее. Вот. А так как стало потемнее, я не вижу эту разницу бешеную. Вот. Стремную, да? Потому что я же, говорю, я строитель, е-мое. Начинаю делать, если оно мне криво, блин. Я вижу, что это криво. Вот. Оно начинает меня, блин, сразу же, блин, бошку мне сбивать. Как так, блин. И так далее. Поэтому начал. И это хорошо. Все. На сегодня там все. Пока, месть. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok